Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Вытеснить неоправданный импорт сельхозпродукции. Такую задачу перед аграриями поставил сегодня президент страны на совещании, которое проходит в Минсельхозпроде. Члены правительства, директора департаментов, ученые обсуждают вопрос улучшения работы АПК. Главная цель встречи – не пересмотреть стратегические планы, а скорректировать некоторые позиции, ориентируясь на внутренние и внешние рынки. Причем наука и практика как никогда должны работать вместе. Многое в отрасли уже сделано и дает свои результаты. Так, за 8 месяцев этого года темп роста производства сельхозпродукции составил более 107%. Это при том, что господдержка постепенно снижается. Тенденцию по выходу аграрного сектора на самоокупаемость необходимо продолжить. Сельское хозяйство в модернизации нашей экономики страны занимает особое место. Вы знаете основной критерий подходов к модернизации экономики. Если я напомню, он заключается в том, чтобы модернизировать и развивать те производства, которые завязаны на собственное сырье. Лес, земля, водные, природные, другие ресурсы и так далее и тому подобное. Так вот, сельское хозяйство занимает особое место в силу того, что в этом объеме оно стоит на первом месте. Это то, что может значительно сделать нас независимыми в плане потребления сырьевых ресурсов, которые в основном мы сегодня импортируем. Мы ухватились за сельское хозяйство лет 7-8 тому назад, многое сделали. И сегодня мы уже видим результат от этого в связи с ростом цен на продовольствие на мировых рынках. При этом особенно важно, что за последние три года наращивание объема продукции достигается даже при некотором снижении государственной поддержки села, ну, к примеру, на гектар сельхозугодий. Но я вас об этом и предупреждал ранее, года 3-4 тому назад, что эта поддержка будет снижаться. Ну, во-первых, по внешним факторам вы это знаете, а во-вторых, и по внутренним. Сельское хозяйство должно научиться зарабатывать в основном само, для того, чтобы эффективно функционировать. Поэтому не надо рассчитывать на то, что каждый год эта господдержка будет наращиваться. Хотя я, еще раз повторяю, мы не бросим село со своими проблемами один на один. Но государство должно заниматься своими проблемами, прежде всего, к примеру, инфраструктура, мелиорация земель, ввод новых земель в оборот и так далее. Если говорить о поддержке, то с 2009 по 2011 год господдержка АПК из расчета на 1 гектар сельхозугодий снизилась на 11%. Это немало. При этом производство продукции увеличилось на 30%. Факт свидетельствует в том, что вложенные государством в село средства дают отдачу и являются реальным шагом на пути к решению главнейшей задачи по выходу на самоокупаемость аграрного сектора. Вот эту тенденцию надо всемирно укреплять, потому что в новых условиях хозяйствования, в рамках таможенного союза ЕЭЭ, придется существенно сокращать прямые дотации. Пока на единицу произведенной продукции и работать в условиях конкуренции. Со вступлением нашего главного торгового партнера в ВТО эта конкуренция будет только нарастать. Президент призвал всех к откровенному диалогу и обозначил основные актуальные вопросы, начиная от поля, технологий выращивания сельхозпродукции и заканчивая кадрами. Во-первых, каким образом повышать эффективность животноводства, как ведущей отрасли нашего АПК, формирующей основной его экспортный потенциал. О конкуренции я уже говорил. Во-вторых, как переориентировать работу растеневодческой отрасли, придав приоритетное значение кормопроизводства обеспечению животноводства полноценными кормами. Третье, как ускорить модернизацию аграрного производства, техническое оснащение и использование передовых технологий. Мы немало поставляем силу новой техники, но количество должно переходить в качество. Критерием должен быть не объем закупленной техники, а эффективность использования материально-технической базы, повышение фондотдачи и производительности труда. Четвертое, что делается для кардинального улучшения хранения и переработки урожая. Архиважная задача. Решение проблемы хранилищ нам позволит реализовать продукцию в более выгодных условиях, особенно весной. Вытеснить неоправданный импорт того, что можем сами выращивать. Кроме того, дополнительные доходы от весенней продажи значительно увеличат выручку хозяйства. Мы должны у себя производить все то, что мы можем и даже не можем производить, чтобы уйти от импорта. Пятое, как выполняется принятый правительством план по реформированию интеграционных структур ВПК. Это не дань моде, это необходимость. Они объединяют производителей сырья, переработчиков и торговлю. Это позволяет более справедливо распределять как доходы, так и расходы по всей цепочке от поля до прилавка. Шестое, в чем причине недостаточной обеспеченности кадрами сельскохозяйственных организаций. Вроде вузов хватает, выпускаем достаточное количество людей, но они слабо закрепляются на земле. Поправки в бюджетный кодекс Беларуси приняли сегодня депутаты в первом чтении в Нижней Палате парламента. Сегодня заключительная сессия. Документ имеет социальную направленность. Финансирование сфер образования, здравоохранения и науки увеличится. Также предполагается повысить эффективность использования этих средств. Сегодня же депутаты в первом чтении приняли изменение в Налоговый кодекс. Снижение налоговой нагрузки на бизнес в Беларуси в 2013 году позволит создать более 20 тысяч рабочих мест. О планах работы говорили сегодня и в Верхней Палате парламента. На заключительной сессии в Совете Республики сообщили, что заключительное совместное заседание обеих палат Национального собрания пройдет 11 октября. А накануне сенаторы рассмотрят проект республиканского бюджета на 2013 год. Мы понимаем, что очень важно нам принять своевременно, принять бюджет, заблаговременно, с тем, чтобы страна могла подготовиться и вступить в Новый год уже с полной ясностью по этому вопросу. Планируется, что рост валового внутреннего продукта составит 8,5%, на 6,5% вырастут реальные денежные доходы населения. Опережающими темпами будут расти объемы финансирования здравоохранения, образования, науки. Сегодня же сенаторы обсуждали сотрудничество государства и частного бизнеса в сфере инноваций. Перспективные проекты необходимо поддерживать, а также создавать благоприятные условия для предпринимателей. В ближайшее время планируется разработать концепцию развития такого партнерства и соответствующий закон. Определена система развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере в Республике Беларусь. Что она предусматривает? Она предусматривает, во-первых, равный доступ субъектов хозяйствования к государственным ресурсам, которые направляются на научно-техническое и инновационное развитие. Она предусматривает равную степень ответственности за реализацию совместно с государством тех или иных проектов в инновационной сфере. В Грузии подводят итоги парламентских выборов. По предварительным данным лидирует блок миллиардера Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта». У него на счету более 50% голосов. У единого национального движения партии Михаила Саакашвили чуть более 40%. Остальные политические союзы пока набирают менее 5% голосов. К слову, после нынешних выборов вступают в силу поправки к Конституции, согласно которым парламент впервые получит право назначать правительство. И в следующем году большинство полномочий в стране переходит премьер-министру. В Греции продолжаются переговоры по предоставлению кредитного транша. Накануне в Афины прибыли представители ЕС, МВФ и Европейского Центробанка, чтобы согласовать с греческим правительством антикризисные меры. Взамен тройка обещает выделить стране нужное для спасения финансовое средство. Тем временем улицы Афин заполняются людьми. Они готовы продолжить забастовку. Греки опасаются, что сокращение зарплат и увольнение продолжатся. Трагедия в Гонконге. В результате столкновения парома и корабля погибло около 40 человек. Более сотни пострадали. Прогулочное судно затонуло буквально в течение нескольких минут. Второе получило лишь незначительное повреждение и осталось на плаву. Причины крушения пока не установлены. Джулиан Ассанж дорого обошелся Британии. Расходы лондонской полиции только на дежурство у посольства Эквадора, где прибывает основатель сайта расследований, превысили полтора миллиона долларов. Ранее Ассанж жаловался на шум, который исходит от стражей порядка. Но это далеко не единственное неудобство. Британия хочет выдать австралийца Швеции, где он подозревается в изнасиловании. Ольга Коршун, телекомпания СТВ. Сегодня утром в Брестской области на Каменецком кольце перевернулась фура. Как выяснилось, польский водитель впервые оказался в Бресте и не справился с управлением на незнакомом круговом перекрестке. В аварии никто не пострадал. Поврежден ли груз, сейчас выясняется. Брестские интернет-пользователи отмечают, что Каменецкое кольцо достаточно сложное для движения. Здесь часто происходит ДТП и, по мнению многих водителей, причина этих аварий в неудачной проектировке перекрестка. Сегодня в правительстве говорили о восстановлении знаковых культурных объектов. На данный момент их 15. Это замки, храмы, исторические здания и помещения Беларусьфильма. Реставрация Купаловского театра завершится в этом году. К слову, посещаемость театров выросла в разы, а по количеству постановок Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. Таким образом, все. Асфишский палац Радивилла после завершения реставрации. От классики до современных постановок. Международный форум театрального искусства ТеАрт открывается сегодня в Минске. В нынешнем году белорусская публика впервые познакомится с творчеством лидера современного европейского театра итальянского режиссера Ромео Костылуччи. Увидят зрителей лучшие спектакли России, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Молодежная офф-программа представит разные театральные школы и традиции. Закроет форум белорусская национальная премьера спектакля «Ладзя. Роспачи» по мотивам одноименного произведения Владимира Короткевича. Выпуск продолжит спортивное обозрение Светланы Сиротко. Заходите на наш сайт ctv.byu и звоните. И делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.